Спасибо, прошу вас. Мы проводим его впервые, и широкое участие отечественных, зарубежных деловых кругов – свидетельство того большого интереса, который вызывает Дальний Восток. Естественно, интерес большой, поскольку и возможности здесь огромные. И, конечно, сам факт проведения форума – это символ глубоких изменений, которые происходят сегодня на Дальнем Востоке. Это практическое выражение нашей политики, направленное на ускорение, опережающее освоение этого региона. Хочу подчеркнуть, развитие дальневосточных территорий – это исторический преемственный курс для России. Движение России к тихоокеанским рубежам – результат великих трудов, мужества многих поколений наших предков. С освоением Дальнего Востока связаны имена выдающихся сынов России – первопроходцев, промышленников, государственных деятелей. И даже несмотря на смену эпох политического строя, этот вектор развития остаётся неизменным. Так, большие планы по освоению Дальнего Востока, которые продвигались ещё на рубеже XIX-XX веков, такими государственными деятелями, как Сергей Юрьевич Витте, Пётр Аркадьевич Столыпин, получили развитие и позднее, в советское время. Основанием Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, строительство Транссиба и Байкало-Амурской магистрали, разработка природных богатств Дальнего Востока действительно были проектами общенационального значения, которые двигали вперёд не только дальневосточные территории, но и практически всю страну. И сегодня мы видим будущее Дальнего Востока как одного из ключевых центров социально-экономического развития всей страны, который должен быть эффективно интегрирован в быстро развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в целом. При этом подъём экономики и инфраструктуры, формирование здесь новых производств и рабочих мест – это главная цель для достижения, которой мы работаем. Только за последние годы в Дальневосточном регионе стартовали или уже реализованы несколько десятков крупных проектов. Многие из них по своим масштабам действительно имеют большое общенациональное, если не сказать глобальное, значение. Это пуск нефтяной магистрали «Восточная Сибирь-Тихий океан», открытие во Владивостоке Федерального университета, который уже стал важным научно-образовательным центром ВТР. Это строительство газопровода «Сила Сибири», заканчивающееся строительство космодрома «Восточный», модернизация БАМа, о котором я уже говорил, «Интрансиба», освоение шельфа Сахалина, Магадана, Камчатки, реализация проекта «Восточного нефтехимического комплекса», создание современного класса рассудостроения и производство морской техники для освоения шельфа, разработка предприятий по добыче железной руды, золота, другого минерального сырья, успешные проекты в сфере сельского хозяйства. Наши главные приоритеты на Дальнем Востоке – это активная политика социального развития, формирование современной транспортной, образовательной инфраструктуры, строительство доступного жилья, создание качественной системы оказания медицинских услуг. И, конечно, это расширение экономической свободы, предоставление для отечественных и зарубежных инвесторов лучших условий для ведения бизнеса, чтобы по эффективности, по отдаче от капитала Дальний Восток России успешно конкурировал с ведущими деловыми центрами. Уважаемые друзья и коллеги, на Дальнем Востоке мы предлагаем потенциальным партнёрам по-настоящему эксклюзивные возможности и преференции. Хотел бы несколько слов сказать об этом поподробнее. Уверен, уже об этом говорилось и ещё будет говориться, но я, собственно говоря, и приехал, чтобы с вами пообщаться и чтобы услышали об этом от первого лица, что называется. С 30 марта текущего года вступил в силу закон о территориях опережающего развития. Будем и дальше работать вместе с инвесторами по стимулированию проектов, реализуемых на Дальнем Востоке. Резидентам территории опережающего развития предоставляются особые условия для организации новых производств, льготные налоговые режимы, меры административной поддержки, содействия в развитии инфраструктуры. На Дальнем Востоке создано уже 9 таких территорий в республике Саха-Якутия, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, на Чукотке и на Камчатке. В планах организация таких площадок на островах Русский и Большой Уссурийский, в других регионах Дальнего Востока. Ещё более широкий набор преференций получат резиденты свободного порта Владивосток. Уже в октябре вступает в силу соответствующий закон, и его действие распространится на все ключевые порты Юга Приморья, от порта Зарубина до Находки, а также на 15 муниципальных образований, где проживает почти 75% населения Приморского края. Для бизнеса здесь значительно упрощаются и облегчаются процедуры прохождения границы. Вместо многочисленных контролёров на границы вводится единый орган. Сами пункты пропуска будут работать круглосуточно. Предусмотрено и предварительное электронное декларирование грузов. Иностранные граждане, пребывающие на территорию России через свободный порт Владивосток, получат возможность оформить восьмидневную визу прямо на границе. Резидентам свободного порта будут предоставлены льготы по страховым взносам и налоговым платежам, а также режим свободной таможенной зоны. Рассчитываем, что эти меры позволят сформировать мощный транспортный, а в перспективе и индустриальный узел, ориентированный на потребности не только Дальнего Востока, но и всего АТР. Он должен дать стимул для развития международной торговли, раскрыть большой потенциал, который сосредоточен на юге нашего Дальнего Востока. Серьёзный интерес к использованию возможностей свободного порта Владивосток проявляют наши западноевропейские, японские, корейские, китайские партнёры, особенно из приграничных провинций Китайской Народной Республики. Для них это прямой, кратчайший, а значит, самый экономически эффективный выход на международные морские пути. Считаю, что нам удалось выработать удачную и конкурентную формулу свободного порта. Использовав и свой исторический опыт, и лучшие зарубежные практики. Поэтому предлагаю правительству рассмотреть вопрос о распространении режима свободного порта на другие узловые гавани Дальнего Востока. Далее. Если инвестор вкладывает на Дальнем Востоке средства в освоение месторождений, в новое производство, то, конечно, мы будем рассматривать вопросы, связанные с помощью при создании необходимой инфраструктуры. Это позволит значительно снизить затраты, сократить срок окупаемости и обеспечить эффективность проекта. Для государства это также очень выгодное вложение. Приведу пример. В инфраструктурное обеспечение первых шести проектов, которые уже отобраны, государство за счёт бюджета в виде прямой субсидии инвесторам вложит 13,8 миллиарда рублей. И это позволит привлечь частные инвестиции во время 126,5 миллиардов рублей. Соотношение, как мы видим, 1 к 9. И ожидаю от своих коллег из правительства, что активно будет применяться этот инструмент и будет расширяться перечень проектов. Софинансирование проектов будет проходить и за счёт ресурсов Фонда развития Дальнего Востока и Российского фонда прямых инвестиций. Уже принято решение о направлении средств на строительство моста Нижнеленинская Тунтьян, который соединит Россию и Китай. Следует отметить, что РФПИ совместно с российскими и зарубежными партнёрами инвестировал более 50 миллиардов рублей в проекты на Дальнем Востоке. Что касается Фонда развития Дальнего Востока, то он будет предоставлять ресурсы на льготных условиях на длительный срок и по сниженным процентным ставкам. Напомню, что в послании Федеральному собранию был предложен механизм декапитализации фонда. Сейчас я не буду углубляться в детали, но просил бы наших коллег из правительства как можно быстрее определиться с источниками. Споры ещё идут. Я вчера только разговаривал с министром финансов на этот счёт, но вижу, что эти споры скоро уже подойдут к завершению и надеюсь, что всё это заработает, причём в самое ближайшее время. Подчеркну, особые меры поддержки проекта в территории опережающего развития режим свободного порта Владивосток, помощь инвесторам в создании инфраструктуры сработают наиболее результативно при условиях общего кардинального улучшения бизнес-климата на Дальнем Востоке. Регионам необходимо активно внедрять успешный опыт в работе с инвесторами, в оказании государственных услуг, поддержке малого и среднего бизнеса, а также в обеспечении проектов развития необходимой жилищной и социальной инфраструктуры. В целом серьёзно необходимо повышать уровень подготовки, квалификации управленческих кадров. Механизмы для этого созданы. Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими вузами запустило Центр обучения лучшим практикам создания благоприятного инвестиционного климата. Я обращаю внимание и своих коллег из регионов Российской Федерации, руководителей регионов. Состояние деловой среды в регионах – это прежде всего ваша ответственность. И оценивать результаты работы региональных команд мы будем в том числе и на основе мнения, и прежде всего на основе мнения самих предпринимателей. Я имею в виду, конечно, ту сферу деятельности, которая касается создания вот этого самого инвестиционного делового климата. В этой связи напомню, что здесь, на Дальнем Востоке, мы создаём дополнительные возможности для наших граждан, которые хотят организовать своё дело. Я имею в виду, фермерские хозяйства, вообще производство, промышленности. Речь идёт о предложении правительства бесплатно предоставлять гражданам России земли, участки площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. Практическая реализация этого проекта должна начаться уже в 2016 году. Надеюсь, это тоже будет способствовать освоению огромных дальневосточных просторов, привлечёт в этот регион новых жителей. Прошу правительства России в короткие сроки рассмотреть соответствующий законопроект и внести его в Государственную Думу. А главное – предусмотреть максимально простую процедуру получения земельных наделов, в том числе с использованием информационных технологий. И вновь хотел бы повторить. Здесь, на Дальнем Востоке, должны быть конкурентными все базовые условия для ведения бизнеса – доступ к финансовым ресурсам, административные процедуры, транспортные и энергетические тарифы. В рамках текущего бюджета необходимо подготовить конкретные меры, которые должны снизить транспортные и энергетические издержки бизнеса на Дальнем Востоке. Необходимо предложить и утвердить привлекательные для потребителей инвесторов тарифы на электроэнергию по каждому региону. Вот здесь хотел бы подчеркнуть. Я внимательно посмотрел перед нашей встречей, что происходит с тарифами. Это давняя застарелая проблема региона. Не везде они являются неконкурентоспособными, и поэтому нужно самым внимательным образом, прошу Министерство энергетики обратить на это внимание, посмотреть именно в региональном разрезе по каждому региону Дальнего Востока. Если потребуется, необходимо привлекать дополнительные источники и дополнительные бюджетные ресурсы для создания инфраструктуры. Хочу обратиться ко всем потенциальным инвесторам, и российским, и иностранным, которые уже работают или планируют работать на Дальнем Востоке. Мы, безусловно, заинтересованы в инвестициях во все отрасли экономики региона. Это в том числе судостроение, металлургическая промышленность, деревообработка, биоресурсы, транспорт, энергетика, здравоохранение и туризм. Вашим проектом будет оказываться поддержка и сопровождение. По всем возникающим вопросам можете обращаться напрямую к тем людям, которые за это отвечают, в том числе и к представителю президента Российской Федерации на Дальнем Востоке. Он одновременно и заместитель председателя правительства, господин Трутнев. Необходимые полномочия у него есть. Подчеркну, правительство должно строго выдерживать приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития территории. Для этих целей необходимо консолидировать ресурсы федерального бюджета, государственных программ, институтов развития, а также инфраструктурных компаний и компаний с государственным участием. А это очень серьёзный резерв. Только одна из компаний, вот господин Сечин здесь сидит, компания «Роснефть», совместно с партнёрами планирует вложить в обозримой перспективе в развитие своих дальневосточных проектов более 1 триллиона 300 миллиардов рублей, что даст мультипликативный эффект порядка 6 триллионов 600 миллиардов рублей и позволит создать около 100 тысяч новых рабочих мест. Также в смежных отраслях будет произведено продукции ещё на 6 триллионов рублей. В течение 20 лет. В тот же период бюджет получит дополнительные налоги примерно в объёме 4 триллиона. Будем, конечно, развивать и судостроительный кластер, я уже об этом говорил. Хочу проинформировать вас о том, что мною принято решение с целью ускорения модернизации дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» инвестировать из ресурсов в компании «Роснефтегаз» 60 миллиардов рублей. Средства там есть, это надёжный источник. Важно только, чтобы всё было эффективно использовано. Средства «Роснефтегаз» являются эффективным инструментом. Исхожу из того, что средства для всей программы модернизации этого завода, а это 146 миллиардов рублей, являются обязательствами и «Роснефти», и «Газпромбанка». Это льготный ресурс, о котором я сказал, который даёт возможность для глубокого переустройства завода и создания на его базе современного кластера гражданского судостроения, производства морской техники для разведки, добычи, транспорта углеводородов. Приветствую всех наших зарубежных партнёров, принявших решение об участии в этом проекте. Уважаемые коллеги, дамы и господа, убеждён, что страны АТР, несмотря на текущие проблемы, останутся, безусловно, останутся локомотивом мировой экономики, важнейшим рынком сбыта товаров и услуг. И укрепление отношений с государствами этого региона имеет для России стратегическое значение. Россия, обладающая колоссальной ресурсной базой, способна обеспечить ускоренный рост экономики стран АТР. Хочу обратить внимание, что создание энергомоста «Россия-АТР» – наша общая стратегическая задача. Мы видим и понимаем, что Азиатско-Тихоокеанский регион заинтересован в сильной, успешной России, которая открыта для сотрудничества и предлагает позитивную, созидательную повестку дня. Принципиально новые возможности для взаимовыгодного взаимодействия, торговли, кооперации со странами АТР открывает и евразийская интеграция. Евразийский экономический союз – это ёмкий региональный рынок со свободным движением товаров, капиталов, услуг, рабочей силы, с понятными правилами и без лишних барьеров. Рынок, хочу это особенно подчеркнуть, изначально построенный нами по принципам Всемирной торговой организации. В этом году мы подписали соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Совместно с партнёрами изучаем возможности заключения аналогичных соглашений с Израилем, Индией и Египтом. 8 мая 2015 года с моим китайским коллегой, председателем КНР господином Си Цзиньпином мы приняли в Москве совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса шёлкового пути. Этот документ предусматривает координацию наших усилий, упрощение процессов взаимного инвестирования, развитие транспортной инфраструктуры. Сила двух проектов в том, что они эффективно дополняют друг друга, создают большие возможности для каждого из участников. По сути, формируется новая конфигурация торговых путей, экономической кооперации в Евразии. Безусловно, это окажет влияние не только на развитие нашего континента, но и на мировую экономику в целом. Например, существенно упростится доставка грузов между Азией и Европой. Так, из Китая груз попадёт в Европу, пройдя всего две таможенные границы. Сейчас мы активно развиваем транспортные пути через Казахстан и европейскую часть России. При этом они дополняют уже существующие маршруты, имея в виду упременавшиеся мной уже Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль. До 2017 года мы планируем потратить на модернизацию и расширение БАМа и Транссиба около 500 миллиардов рублей. Кроме того, большой потенциал для развития у Северного морского пути. Наша задача – сделать Севморпуть конкурентным транспортным коридором глобального значения, в том числе до контейнерных перевозок, которые доминируют в мировом грузообороте. И прошу правительства, безусловно, продолжать эти усилия, продолжать эту работу. Считаем, что большую роль в реализации масштабных совместных проектов могут сыграть новые международные финансовые институты, ориентированные на решение практических задач сотрудничества. Прежде всего, имею в виду новый банк развития в рамках БРИКС с капиталом в 100 миллиардов долларов, а также Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с объявленным капиталом также в 100 миллиардов долларов. Как известно, Россия принимает в нём самое активное участие, в том числе и по размерам капитала. Это третий объём после Китая и Индии. Вновь повторю, будем активно укреплять взаимодействие со странами АТР в создании инфраструктуры, развивать торговлю и промышленную кооперацию. Вместе с тем, сегодня АТР – это не только крупный производственный центр, признанная мастерская мира. Здесь бурно развивается система образования, университеты, инжиниринговые центры, высокотехнологичные производства, то, что мы называем экономикой знаний и интеллекта. В этой связи важнейшее значение приобретает наше сотрудничество в сфере науки и образования. Всё это способно стать мощным стимулом для технологического развития всех государств АТР. Россия располагает здесь серьёзными фундаментальными научными заделами, и мы готовы выдвинуть целый ряд инициатив по этому направлению. Например, предлагаем подумать о совместном создании крупных исследовательских платформ и установок, о так называемых проектах «Мегасайенс», на базе которых возможны настоящие научные прорывы. Сегодня подобные лаборатории глобального уровня, такие как ЦЕРН и ТЕР, сосредоточены в основном в Европе. Думаю, пришло время создать такую инфраструктуру, сеть научных и образовательных центров коопераций и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия приглашает к этой работе все заинтересованные стороны, все заинтересованные страны. Одним из центров нашего взаимодействия становится Дальневосточный федеральный университет, в котором и проходят наши сегодняшние встречи. Рассчитываем, что он станет площадкой для выработки новых идей, для решения задач развития и России, и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечу, что этот университет в том виде, в котором мы сейчас его увидим, возник всего три года назад. Сегодня совместно с коллегами из Китая, Японии, Индии, других стран АТР, с участием бизнеса, здесь активно ведутся фундаментальные и прикладные исследования. Сюда приезжают учиться молодые люди из многих регионов России и рассчитываю, что они свяжут своё будущее именно с Дальним Востоком. Дальний Восток России нуждается в квалифицированных специалистах, учёных, инженерах, управляющих, организаторах производства, рабочих с уникальной квалификацией и компетенциями. Поиском и привлечением таких людей будет заниматься специально созданное на Дальнем Востоке Агентство по развитию человеческого капитала. Уважаемые коллеги, дамы и господа, дорогие друзья, мы понимаем масштаб задач, которые нам предстоит решить, и я не сомневаюсь в успехе. Мы опираемся на реалистичную, выверенную стратегию и уже на практике осуществляем наши планы. Сама идея современного Дальнего Востока, Дальнего Востока XXI века, получила поддержку в российском обществе, что является гарантией успеха. Как показывают недавние опросы в том, что этот регион обязательно станет динамичным и процветающим, уверено абсолютное большинство наших граждан. Дальний Восток открыт и гостеприимен для всех, без исключения, кто готов к работе совместной и к сотрудничеству. Кто готов реализовать здесь свои идеи и бизнес-планы, использовать уникальные возможности для развития. Я желаю вам успехов. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ